Во-первых, нам нужна ночь. Чик! Спасибо! Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С вами Лололошка, и добро пожаловать в искажение миров. И примерно серии 5 назад мы договорились вот с этим старцем узнать, откуда взялась планета и как появился этот мир. Мы ему в предыдущий раз принесли чародейский стол, и он такой удивился, что это такое. А сейчас он мне что-то хочет сказать. Лололошка, я должен изучить стол, что ты создал, и попытаться понять, как он работает. Пока я это делаю, тебе необходимо совершить последнее исследование. Я прошу тебя изучить ближайшие горы. В моих медитациях я почти вижу картину мироздания. Почти. Опа-па, интересно. У меня нет сомнений, что к твоему возвращению я пойму, что за силой ты обладаешь. Во-первых, нам нужна ночь. Чик! Спасибо! А уже потом дело за малым. Находим биом Экстрим Хиллс, летаем, бродим, и вот уже 35%. Короче, подрубаем тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Почти получилось! Уже 95%! Давай! О, нифига себе! Колодец какой-то нашли. Неужели данж? Вы полностью исследовали горы. И теперь сразу же делаем день. Это важно. А потом телепортируемся к Садху, это тоже важно. Здорово, ты уже проснулся? Ну-ка, рассказать о впечатлениях. Тебе мешали пауки во время ночных исследований? Вообще нет. Я видал несколько таких в ночи, скрывающихся около этого древа. Но что они означают? Что они делают в горах, где им не место? Тревожен знак этот. Создание бродит по местам, где им не место. Бла-бла-бла, короче, спасибо. И вот тут-то начинается самое интересное. Великое погружение. Прошлой ночью богиня говорила со мной и шепнула, что это глубже, чем я могу увидеть. Я долго думал над ее словами. И теперь понял, что она имела в виду. Ты должен исследовать глубины океана. Окей, ныряй, друг мой. И расскажи мне, что лежит в этих глубинах. Ай да без проблем. Природный компас, давай помоги мне. По идее это называется как-то дипоушен. Во, сёрч, потом телепорт. И все, мы нашли. Но не особо понятно, куда именно нужно нырять. То есть вот, вроде бы я в самом низу, бла-бла-бла. И что дальше? Вы успешно погрузились. Чего? Это же самый легкий квест в мире. Неужели ты надо мной издеваешься? Окей, что скажешь? Говоришь, что на всю глубину, что ты нырнул, не было ни признака жизни, ни рыб, ни подводных растений? Это потребует многих моих размышлений. Опа! Дальше идет окно в бездну. Скорее всего, сейчас-то мы наконец-то поймем, откуда появился этот мир. Я долго размышлял над твоим докладом, Лоу-ложка. Может быть, ты смотрел недостаточно хорошо во время своего мимолетного погружения? Мне нужно, чтобы ты вернулся в море и построил наблюдательную комнату так глубоко, как сможешь. Из нее ты сможешь спокойно обозреть глубины океана. Я знаю, это сложный проект. Да, не-не-не, не проблема. У меня губки есть. Телепортируемся к этим губкам и начинаем добывать. Трррр. Че-то я не особо понимаю суть данного квеста. Какую комнату мне надо сделать? О, что? Подождите, это данж? Да ладно, прикольно. Но тут ничего нет. Кстати, подождите, именно этот данж можно использовать, чтобы сделать себе нормальную подводную базу. Ну, е-мое, гениально. Ничего не видно, но, по идее, получилось. Осталось только убрать отсюда воду и добавить кислорода. Все. О, ну давай, выполняйся квест, пожалуйста. Вы полностью построили глубоководное смотровое окно. Нифига себе, а как он это понял? Хотя, какая разница, Садху, давай поболтаем. Что же ты увидел там, где не смотрел ни один человек? Там на дне моря действительно запустение, лишенное жизни, кроме этих таинственных кальмаров. Это невозможно. Не может быть море настолько пустым. Ведь как столь могучие животные могли бы выжить без добычи? Ты заставляешь меня о многом задуматься, Лоу-ложка. Возвращайся после того, как я помолюсь. Возможно, у меня будут для тебя ответы. Хорошо, пусть помолится, а мы должны понять, какие предметы нужны Ноттердаму. Чё вы строите? Ага, библиотека. Сколько? 40 книжных полок, вы издеваетесь. 40 умножается на 6, а потом делится на 4. Таким образом, мы получаем 60 дуба. Окей. Придется где-то это накопать, раскопать, может быть даже порубить. Или купить у норманов. Да, мы пойдем самым простым путем. Здорово! Что? Всего 28 дуба, вы издеваетесь? А можно было бы побольше, а? Как же давно я не посещал японцев. Ничего себе вы форт здесь построили. Мне даже интересно, какие ресурсы вам нужны, чтобы улучшаться. А давайте посмотрим. Им тоже нужны книжные полки, да ладно. Короче, покупаем у них дуб, радуемся жизни. И вы, наверное, подумали то, что сейчас я пойду добывать тростник, чтобы сделать книги. А нифига подобного. Я телепортируюсь в край. Ну или, по крайней мере, в крепость края. Там мы сможем найти какую-нибудь библиотеку, добыть книги и соединить. Конец. Да, только меня не телепортирует. О, нет, снова залагало. Перезашел в игру, немного побегал и ура, найдена библиотека. Здесь мы тупо должны добыть как можно больше книг. А сколько именно? Так, 40 умножаем на 3, получается 120. Обожаю крепости края. Вот и всё. А, подождите. Здесь же, по идее, какой-то сундук должен валяться, нет? Не, я прекрасно помню то, что сундуки есть. И да. Мы здесь находим хардпис, по-любому забираем. Крафтим книжные полки. И, наконец-то, можно отнести в Нотр-Дам. А, нет, подождите. Надо сначала поспать. Ээээ, доброе утро. Приснилось мне то, что в нашем реакторе закончился елориум. И давайте проверим, так ли это. Судя по всему, да. Потому что... Что, нет? Не закончилось? Удивительно. Но почему-то ничего не работает и карьер не копает. Или копает. Что? Но я только что проверял, ничего не копало. Да, пожалуйста. Мне даже лучше. Здорово, я принёс вам немного... Что, 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 что? Не понял. Эээ, ребята? Какая ещё ошибка? Таблички ничего не показывают в сундуках. Вроде бы всё нормально. Я сейчас подойду. Да, здорово. И я могу поторговаться. Эээээ, но раньше же не мог. Ладно, надеюсь, что всё исправится. И таблички обновились. Постройка библиотеки началась. Пока что 0%, но и бог с ним. Оно самое главное сделается. 100%. Пойдём отсюда. Интересно, норманы строят мне отель? Просто я ещё в предыдущей серии попросил. Проверка, проект, городское имение, бла-бла-бла. А, ну да, им же нужно 2000 камня. Как я мог про это забыть? Ничего себе, у них 491 защита. Я только сейчас это заметил. Ох, ладно, не будем на вас нападать. Конечно же, никогда. И городское имение также требует всякие витражи, которые мы можем донести. Хотя в нашем случае правильнее будет сказать перенести. Ибо мы заходим в нашу деревню и смотрим. Витражи есть. Во, 22 штуки таких далее. Тут 46 валяется. 64 можно вот этого взять. И, кхм, немножко заполнен инвентарь. Какого фига? А подождите, вы вообще делаете новые витражи? Или у вас, как обычно, краситель кончился? Пока что, вроде бы, всё нормально. Голубого красителя я, кстати, никогда не приносил. Судя по всему, они его сами достали. Это радует. А, да, он прям сейчас изготавливает. Молодец. Ну, пойду, короче, принесу всё, что ты сделал, в мою деревню. Давайте посмотрим, как много денег у меня сейчас станет. На данный момент 12 золота. Мы это всё продаём, продаём, продаём и ещё раз продаём. И... Что? 28 золота. Я мега богат. Осталось принести 2000 камня. Ну, или там сколько? 1300, потому что 700 уже валяется. Давайте возьмём отсюда как можно больше стаков. И попробуем это всё переплавить. Хотя у меня топлива нет. Упс, ошибочка. Оказывается, всё есть. Ну, по крайней мере, в некоторых печках. А вот тут пусто. Ну, ладно. Етить-колотить. У меня же 700 экспириенсов. Я могу улучшить переплавку. Два раза. О, да. Посмотрите на эту скорость. Да, топливо тоже быстро угасает. Но сам факт того, что у нас теперь быстро появляется камень, это круто. Подойдите, поторгуемся. Забирайте абсолютно всё. По 4 денье дают. Это также неплохо. И у нас 1182. Остаётся примерно ещё 1000. Также 82 дуба и 56 булыжника. Ну, кстати, булыжник это вообще не проблема, потому что его тупо можно не плавить. Короче, какая у меня тактика по поводу печек и нехватки топлива. Мы сейчас пойдём к японцам и купим много-много дуба. Уже на этом этапе вы меня прекрасно поняли. Мы этот дуб переделываем в доски и кладём в качестве топлива. Угу. Ай, да красота. Теперь некоторое время можно вообще не париться. О, да, кстати. Во время предыдущей серии мы выбили разноцветные лепестки. И на что же они тратятся? Они тратятся на соединение этих самых лепестков, чтобы вызвать босса. Вот в этом измерении. Гортензия. Но не подумайте то, что всё просто можно соединить в верстаке. Нифига подобного. Нам надо найти специальный соединитель вот в этом данже. Только я не особо понимаю, с какой стороны здесь зайти. Какая-то комната наверх. Давайте посмотрим. О, да. Это то, что надо. О. Всё? То есть надо было тупо кликнуть. Новое достижение. Цветы для всех. По идее, теперь мы можем без проблем вызвать цветово-голового. Или как-то так он зовётся. Так, тихо-тихо-тихо. Пробегаем этих монстряков. Грёбанное отравление. За один его удар у меня потерялось 11 хп. Ой, да, кстати. Убивать босса прямо сейчас мы не будем, потому что посмотрите на мою броню. Желейные поножи. Серьёзно. Да и нагрудник надо тоже починить, а то уж совсем выдохся. Алло, кузнец, ты тут есть? А, чёрт подери, тут нет чувака, который продаёт броню. Может быть, хотя бы в моей деревне? О, это ты? Ну, наконец-то. Я беру у тебя нагрудник, я беру алмазные поножи и всё. А теперь надеваем, но этого всё равно недостаточно. Надо как-то зачароваться. Правда, блин, у меня всего шестой уровень. Просто ходить по миру, убивать гоблинов, энтов и так далее, это не супер круто. Потому что не так много опыта даётся. И тут же, как только я это произношу, убиваю мини-босса Энта. И смотрите, чародейская книга на защиту 4. Что тут можно сказать? Обалденно, круто. А вы, пожалуй, идите в жопу. Подходим к нашей любимой повреждённой наковальне. Пипец, она уже реально почти поломалась. Далее запихиваем книгу и проверяем. 4 уровня всего лишь, без проблем. Надо бы ещё походить, поискать мини-боссов, поубивать. И может быть, выпадет ещё одна защита. О, 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 смотрите. Давай, 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 пожалуйста, ну-ка, что же выпадет? Э, подожди, а где книга-то? Хлопок 2. Это бред какой-то, такое я первый раз встречаю. Надеюсь, вы поняли мою тактику. Вот я уже и второго уровня босса встретил. Мы убиваем. Проверяем, что за две книги падает. Это бумеранг. И взрывоустойчивость, которую, кстати, тоже можно закинуть, например, на поножи, на грудник. Но тактику вы опять же поняли. Повторяюсь. Мне надо убить как можно больше мини-боссов. Я это, скорее всего, сделаю и вернусь уже в следующей серии. Уже очень скоро Нотр-Дам полностью достроится. И если вам понравился данный выпуск, то, пожалуйста, не забывайте писать комментарии и ставить оценки. ПЖ, ПЖ, ПЖ. Ладно, не задерживаю. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами Блоу Ложка и Нотр-Дам. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. ПО-КА. ПО-КА.